Всем привет! Меня зовут Михаил Котов, я игровой композитор и директор студии Principal Sound Design, занимающийся созданием звуков и музыки для видеоигр. Я работал над проектами World of Warplanes, Alloz Online, Beholder, Skyforge, в котором также выступал в роли музыкального продюсера. Привет! Меня зовут Дмитрий Силантьев, я игровой композитор. Принимал участие в таких проектах, как Pathfinder, Kingmaker, Armored Warfare, Skyforge и многих других. Я очень рад рассказать вам о моей работе в Pathfinder, Wrath of the Righteous. Привет! Меня зовут Дмитрий Макаров, и я подписываюсь псевдонимом Дрианте. Свой путь в качестве музыканта я начал с каверов музыки фэнтезийных вселенных. У многих давно укоренилось мнение о том, что люди, делающие каверы, не способны выдать ничего своего. И сейчас я занят тем, что доказываю людям обратное. Сюжет в Wrath of the Righteous погружает нас в мир демонов, магов, разрушенных до основания городов, священных походов, в мир, где постоянно ведется противостояние сил добра и зла. Меня эта тема не могла оставить равнодушным, как композитора. Wrath of the Righteous отличается своим масштабом и способом повествования. В нем отличный сюжет. Это огромный лор, устоявшаяся фанатская база. Это хорошая возможность проявить себя как профессионального композитора в очень интересном и сложном с музыкальной точки зрения проекте. Ролевые игры я считаю самым привлекательным жанром, но не из-за ролевых механик, взаимодействий персонажей с отрядом и прокачки, а потому что именно в этом жанре игрока максимально погружают в историю, лор и атмосферу. Есть несколько ключевых особенностей креативной работы по созданию музыки в данном проекте. Первое. Это оркестры хор как основу всего звучания. Именно хор, подобно армии людей, поющих о победе или поражении, может передать правильное настроение в игре. Также не обошлось без походных, маршевых, оркестровых фактур, воинственных волторновых позывных, волнующих сольных скрипок, виланчелей и некоторых этнических инструментов. Еще одной особенностью является передача правильных эмоций и настроений. Ведь мы должны понимать, что идет война, идет противостояние силам зла. Мы должны защищать своих близких, охранять свои жилища, города. И должны понимать, что если зло победит, то придет конец всему. Именно поэтому в мелодии можно часто услышать настроение героизма, патетики. Но в то же время мы можем наблюдать и жестокие, жуткие, мрачные музыкальные картины. Работа над Pathfinder привлекает меня продуманным сюжетом и богатством ситуаций, для которых нужно написать музыку. Это может быть и динамичная боевка, и атмосферный эмбиенс, и простая народная песня для городских поселений. Главная задача – это наполнить игру эмоциями, поддержать настроение. Например, в момент диалогов музыка должна сосредотачивать игрока, не отвлекать. А в момент боев – мотивировать его к бою, воодушевлять. Таких моментов очень много в игре. Работа над Wrath – это большая ответственность. В этот раз мне доверили написать главную тему игры и также несколько ключевых тем, сложность которых заключалась в поиске как раз яркой, запоминающейся мелодии, которая могла бы передать не только характер конкретного персонажа, но еще и идею игры. Еще одной очень важной задачей было приблизить звучание композиции к живому исполнению. И в этом нам помогли музыканты из Санкт-Петербурга. Мария Григорьева, настоящий профессионал своего дела, человек с консерваторским образованием, уже имела ранее опыт работы с играми как исполнитель на струну смычковых инструментов. Ей было поручено организовать запись скрипки и вилончели. Остальная часть композиции была создана мной при помощи сэмплерных библиотек, звучание которых очень сложно отличить от живого исполнения. КОМЕЦ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это более глубокое погружение в уже известный нам мир. Безусловно, все это отражается и в музыке. В игре присутствует множество различных эмоциональных состояний, которые необходимо передать и в музыке. Будь это сторонние квесты, основная сюжетная ветка или ключевые события, которые вмиг перевернут все повествование в игре. В работе над музыкой любого аудиовизуального образа каждый композитор привносит свои предпочтения и стилистические особенности. Я очень люблю тембральную окраску. Мелодичные партии на скрипках, флейтах. В то же время мне нравятся яркие акценты и массивное звучание оркестра в Тутти. И весь этот инструментарий я использую в работе на The Rest of the Righteous. Доминирующим инструментарием в музыке для новой части Pathfinder являются хоровые партии. Хор передает единство и мощь людей, объединившихся в противостоянии нашествию демонов. И от трека к треку мы ведем эту вокальную сюжетную историю. Хор достаточно хорошо обогащает палитру музыкальных решений. Он вносит свой колорит, добавляет лиричности и в то же время акцентирует внимание на ключевых сюжетных изменениях. Хоровые партии могут звучать как в тихих, почти незаметных поддержках, так и в мощных сюжетных точках, показывая всю силу и мощь музыкальной фактуры. В своей работе я всегда стараюсь передать нужное настроение в музыке. Уделяю большое внимание мелким деталям и нюансам, которые порой позволяют создать исполнение неотличимое от живого. Я часто обращаюсь за вдохновением и подсказками к музыке таких композиторов, как Джерри Голдсмит, Безил Палли Дурис, Алан Сильвестри, Бер Макрери. Их музыка вдохновляет на новые решения и не дает уйти от ощущения живого исполнения. Для правильной имитации оркестра нужно хорошо знать все особенности каждого инструмента, правильно передать их динамику и развитие. Будь это лиричная партия скрипки или тема противостояния с хором и массивной эпической фактурой. К примеру, в работе над треком для военного лагеря мне пришлось очень внимательно проработать детальность каждого инструмента. Так как в кульминации звучит полный состав оркестра и приходится немало постараться, чтобы партии инструментов хорошо дополняли друг друга, а не сливались воедино. Для более точной выразительности я применяю различную динамическую обработку и эквализацию инструментов. В военном лагере мы собираем свой отряд и готовимся к походу на врага. Поэтому в музыке можно услышать как элементы саспенса, так и призыв к бою. А в конце трека начинаются партии хоровых секций на стакката, и это звучит действительно классно. Субтитры создавал DimaTorzok Мне досталась такая задача. Моя музыка должна втелять в вас дух путежа, да так, как будто это ваш последний раз в жизни. Так что если во время прослушивания моей музыки у вас возникает желание залезть с ногами на стол и размахивать кружкой с элем в такт музыки, то я со своей задачей справился. Мой подход к музыке заключается в том, чтобы сделать максимально залипательные мелодии, от которых не устаешь, переслушивая их по кругу раз за разом. В своей работе я стараюсь использовать как можно больше живых, аутентичных инструментов, а их парк у меня постоянно расширяется. Так что в Ярости Праведных можете ожидать еще более яркое сопровождение, чем в предыдущей части, как только ступите за порог таверны. Я очень рад быть частью этого проекта. И мне не терпится поделиться с вами музыкой, друзья. Мы надеемся, что вам понравится наша игра. Оставайтесь с нами, следите за обновлениями. Будем рады вашей поддержке и постараемся оправдать ожидания. Надеюсь, вы будете в восторге от игры и, конечно же, от ее саундтрека. А теперь разрешите откланяться. И до встречи в тавернах Кинабриса. В своей работе мне нравится придумывать что-то новое. И я с большим удовольствием воплощаю музыку в жизнь. Я очень рад быть частью Pathfinder. Оставайтесь с нами на всех этапах разработки. Будет интересно.